Добрый вечер, в эфире Тагилл ТВ. Информационная служба новостей, мои коллеги и я Ольга Шульга. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Новый детский сад должен появиться на Гальянке. Сегодня на строящемся объекте побывал Сергей Носов. Чем остался доволен градоначальник и какие у него опасения? Опасная переправа. В эти выходные на Тагильском пруду лошадь провалилась под лед, когда вместе с хозяйкой шла по неокрепшему насту. Выжило ли животное? Большое сердце маленького человека. 12-летний тагильчанин решил вылечить тяжелобольную девушку. Устроил благотворительный концерт. Почему решил помочь незнакомому человеку? Обрели крышу над головой. В 40 квартирах на Гальянке появились новые жильцы. Заветные ключи получили дети-сироты. Кого благодарят новоселы, узнала Анна Хабарова. Она примеряет, куда поставить мебель и какого цвета шторы подберет. И делает это с особенным удовольствием. В первый раз Ирине предстоит заниматься обустройством собственной квартиры. Упускница детдома почти 9 лет добивалась этого жилья. Вместе с сынишкой жила в общежитии и на съемных квартирах. У меня счастья, радости столько. Ну, вообще, слов просто нет. Училась в 89-м училище. Три года там жила. На социальном работнике, штук-турмалярную, две профессии. Потом пошла учиться еще в 14-е училище. И работать. Сейчас работаю на ОВЗ. Как и Ирина, отмечать новоселье будут еще 39 тагильских сирот. Однокомнатные квартиры с ремонтом в одном из новых микрорайонов города. Средства на эти цели были специально выделены из областного бюджета. Благодарны выпускники детдомов и главе города за помощь в решении проблемы. Волшебным ключом он открыл дверь к новым домам и торжественно перерезал ленту. Я очень рад, что компания «Искат Агил» активно включилась в решение этой проблемы. И я надеюсь, что вместе с жилым фондом Свердловской области на ближайшие годы, в самые короткие сроки, сможем решить всю проблему. Новые жители у 71-го и 73-го домов по Черноисточинскому шоссе появились благодаря областной организации «Фонд жилищного строительства». До конца года обещают помочь еще 35-ти сиротам. Для них готовят 12-й дом на Октябрьском проспекте. Жизнь каждого человека – это знаменательное событие. У каждого из вас особая судьба. И поэтому отношение государства к каждому из вас особое. Сегодня вы смогли реализовать свое право на получение бесплатного жилья. Ребята, будьте достойны этого права и берегите свое жилье. К сентябрю следующего года в Нижнем Тагиле обещают выделить еще 82 квартиры для детей-сирот. Анна Хабарова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Успеть за две недели. Еще один детский сад должен появиться к Новому году на Гальянке. Такой срок сдачи объекта поставил глава города Сергей Носов. Сегодня он побывал на стройке. Чем остался доволен градоначальник и какие у него опасения, расскажет Александр Мешков. Я 27-го полею. Я буду про него. Первый этаж внушает сомнения, успеют ли строители за две недели. Зато на втором и третьем уже заканчивается отделка. Чтобы сдать детский сад в срок, одновременно работают около ста человек. У меня нет претензий к тому, что с учетом сроков, которые вы делаете. Четыре месяца все встает. Но сдать 27-го, значит, надо быть реалистом. Сдавать, чтобы это было красиво. Екатеринбургский подрядчик компании «Агентстрой Урал» красоту обещает. Они возводят детский сад по современному проекту. Трехэтажный на 270 мест по всем санпинам. К тому же здание должно быть экономным, с минимальными затратами на тепло и электроэнергию. На первом этаже система теплых полов выполнена, чтобы тепло было детишкам в старых зданиях. Нигде этого не предусмотрено. Еще в августе на месте детского сада зеленело поле. Даже адреса такого не было у Довинка, 18. Глава города Сергей Носов отметил, что с такими темпами за две недели можно успеть закончить работы. Главное, чтобы не пострадало качество. То, что они пытаются сделать, это уникальные вещи. Они работают так, как никто другой работает. Но это просто мой подход. Сказали в этом году, надо делать в этом году. И делать без всяких оговорок. Закончить строительные работы и подготовить садик к приему детей, отметил глава, разные вещи. Получение лицензии может занять 2-3 месяца. Таким образом, малыши начнут обживать детский сад на улице Удовинка весной. Александр Мешков, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Опасная переправа. В эти выходные на Тагильском пруду чуть не погибла лошадь. Вместе с хозяйкой шла по неокрепшему настой и вдруг начала падать. Заметили, что первый раз лошадка провалилась. Подумали, что просто ноги замерзли. Потом уже заметили, что суета началась. Друзья здесь готовились к сезону, готовились снегоходы. Ну и попросили воспользоваться. На снегоходах подобрались к лошади, ввязали ноги и вытащили. Вся процедура, говорят, заняла не больше пяти минут. Конь начал тонуть из-за веса. 700 килограммов своих плюс тележка, в которую запрягли. За время ожидания маскарад вымок и замерз. Маскарад чуть поранил ногу, но она, хвостатого, говорит хозяйка, теперь почти не беспокоит. Совсем скоро конь вновь войдет в привычный рабочий режим. Дело тагильских дайверов, утопивших Ан-2, приняло новый оборот. Теперь им грозит наказание сразу по двум статьям. Экологи обвиняют аквалангистов в загрязнении вод и подделке документов. Напомним, в конце ноября дайверы отправили кукурузник на дно карьера Лазурный, чтобы использовать его в качестве учебного пособия. Ущерб от загрязнения карьера специалисты оценили в 200 тысяч рублей. Кроме того, аквалангисты скрыли настоящий вес самолета. Прокуратура уже направила материалы дела в органы предварительного следствия. Государственные награды вручены бойцам 12-го отряда «Урал». Ордена и медали сегодня получили трое военнослужащих. Их мужество, отвагу и самопожертвование оценили при выполнении задач на Северном Кавказе. Сегодня мы с вами присутствуем в торжественном событии. Событие, которое подчеркивает роль внутренних поисков МВД России в защите и обеспечении национальной безопасности нашего государства. Это событие не может не вызывать гордости у солдат, сержантов, офицеров Уральского регионального команды внутренних поисков МВД России и у всех истинных патриотов нашей РУ. Указ о награждении был подписан президентом страны 8 ноября. Ордена мужества удостоен капитан Юрий Калашников. Медали за отвагу получили старший прапорщик Максим Уманский и старший сержант Анатолий Шпилев. Вспоминали сегодня и тех, кто не вернулся. Память павших почти лиминутой молчания. Мы все понимаем, что многое зависит с подпольства на территории именно Российской Федерации, в том числе и нашего города. Благодаря только вашим действиям, той работе, которую вы делаете, делаете профессионально и правильно. Вот за это вам огромное спасибо всем. Официальный сайт нашего города признан лучшим в стране по степени информационной открытости. Высокую оценку дали эксперты фонда «Свобода информации». Они проанализировали более 160 сайтов администрации на соответствие законодательству. Сайт нашего города занял первое место. При создании и наполнении нашего официального сайта мы изначально ставили своей целью как можно более полное представление в интернете органов местного самоуправления нашего города. Мы знаем, что такого рода информация, она всегда востребована жителями города. И курс на информационную открытость будем продолжать. На официальном сайте города можно найти необходимые данные о деятельности местных органов власти, также узнать информацию о муниципальных услугах, городских программах, а также написать личные сообщения главе города и чиновникам. Тагильчане забрали работу у Деда Мороза. Волонтеры и благотворители города опустошают магазины с констоварами. Закупают для детей, которые остаются в больницах на Новый год. В рамках акции «Праздник будет», который устроили Тагил-ТВ и администрации города. Ребята из общественной организации Юнта придумали свою. Но подарки пойдем отдавать вместе. Когда придем к детям, расскажет Елена Терехова. У городского совета сегодня никак не ладится привычная работа. Ребята то и дело отвлекаются на подарки. Ни один из них себе не заберут. Готовили для детей. Разобрать и снова пересчитать. Подарков невероятное количество. Внутри фломастера, настольные игры. То, что пригодится, чтобы поднять настроение в Новый год детям. Активно их собирали. Акция во всех школах объявлялась. Проучаствовал в акции 30 детских школьных организаций ФДО. Собрано здесь примерно 70 подарков. На подарках дети учащихся в школах написали разные пожелания детям. Скорее всего, выздоровление, к примеру. 61-я школа и 51-й лицей привезли самые большие подарки. Сбор на территории учреждений шел целый месяц. Помогать тем, кто нуждается. У юнтовцев 10-летняя традиция. Будь то инвалиды или пожилые люди. Эта акция поразила нас всех активностью. И насколько ребята такие добрые, отзывчивые. Потому что мы планировали ее провести для одной больницы. Потому что узнали, что на Красном Камне открывается новая психиатрическая больница для трудных детишек, для таких больных очень детей. Но подарков набралось слишком много. Потому силы решили соединить. Вместе пойдем к детям в пять больниц города. Сюрпризы малыши получат совсем скоро. Юнтовцы уже готовят концертную программу. Елена Терехова, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Рождественские ярмарки начали работать в Нижнем Тагиле. Первая состоялась накануне в историко-окровическом музее. Местом проведения стала выставка по главной улице. Дети и их родители совместили изучение истории города с рождественскими играми. Мы решили по аналогии с рождественскими ярмарками, которые традиционно проводились в Европе, тоже провести у себя вот такую ярмарку. Хотя по времени не совпадает. Католическое Рождество 25 декабря, а у нас 7 января. Но мы в январе планируем тоже провести подобное мероприятие. На рождественской ярмарке дети могут войти в роли купцов, приобретающих старинную домашнюю утварь. Кроме того, сотрудники музея приготовили традиционные рождественские игры. Ближайшая ярмарка состоится 21 декабря в историко-окровическом музее. Большое сердце маленького человека, 12-летний мальчик из Тагила, решил вылечить тяжелобольную девушку. Подключил всех своих друзей и устроил благотворительный концерт, чтобы собрать сумму на лекарства. Почему решил помочь абсолютно незнакомому человеку, узнала Елена Терехова. Эти деньги он планировал потратить на обед, но в коробке совсем немного купюр. Даниил этого допустить не может, чтобы наполнилась доверху. Главная цель на сегодня. Боление нереально серьезное, очень долго лечится. Из Америки ждут лекарства, второй курс уже, потому что первый ей не помог. Одна капсулка стоит 46 тысяч. 300 тысяч в итоге. Одному понял, столько не собрать. Позвонил друзьям-артистам, те откликнулись. Вместе устроили концерт. Его продумывали полмесяцем. Помогла мама. Все мероприятие провели в горнолыжном комплексе, где работает. Руководство долго уговаривать не пришлось. Сами дети выступили с инициативой провести такую акцию. Мы их поддержали. И это не затратно, это приятно. Люба Максимова, которой требуется помощь, Даниил совсем не знает. Увидел объявление в социальной сети, узнал, что болеет о пластической анемии. О недуге никогда не слышал, проштудировал в поисках ответов интернет. Тогда и захотелось, чтобы девушка выздоровела. Люба о Данииле и его порыве доброты. Пока ничего не знает, но мальчик весь концерт записал на видео. Уже на днях вместе с деньгами они попадут в больницу к девушке. И уверен, Даниил помогут исцелиться. Елена Терехова, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. 80-летняя красавица покинула лес и перебралась в центр города. На театральной площади накануне появилась новогодняя елка. В этом году 24-метровая ель родом из окрестностей Верхней Черемшанки. Песную красавицу уже установили для пышности, добавили веток. Полным ходом идет и возведение ледового городка. В этом году создан он будет в тематике зимних олимпийских игр. К Новому году готовится Дед Мороз. Точнее, его армия. В день открытия главной елки тагильчане смогут пройтись по городу с посохом и в Тулупе. Парад Дедов Морозов организуют на театральной площади. Участие могут принять все желающие. Главное наличие – костюма бородача или заграничного коллеги Санта-Клауса. Организаторы парада конкурса будут оценивать самого оригинально одетого новогоднего волшебника. Заявки на участие можно подавать уже сейчас, приносить во Дворец национальных культур или отправить по электронной почте. Снег ждет, когда тагильчане превратят его в скульптуры. Парк культуры имени Бондина проводит предновогодний конкурс. В этом году к участию приглашаются семьи и студенты. Они должны будут из снега выпилить какие-то фигуры, либо слепить, либо изо льда выпилить. И лучшие фигуры будут оценены жюри. Итоги конкурса подведут 22 декабря. Победители участников ждут подарки, дипломы, пригласительные билеты на каток. Заявки на участие с экскизами снежных фигур принимают в администрации парка Бондина. Такова была информационная картина уходящего дня. Если вы стали учительцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу. Тройной W.TGILDEFISTV.RU. Раздел «Сообщи новость». Или звоните по телефону 4195-51. Автор самой позитивной новости на этой неделе станет обладателем призом полезных подарков для здоровья от спонсора рубрики «Магазина Медведь». На этом моя часть выпуска завершена. Впереди вас ждут новости спорта. О них расскажет моя коллега Анна Хабарова. Всего доброго и до встречи. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Очередной хоккейный матч «Тагильчан» не увенчался успехом. Накануне после трех побед подряд «Спутник» проиграл пермской команде «Молот Прикамье». Исполняющий обязанности главного тренера Александр Челушкин от комментариев по поводу игры отказался и лишь поздравил соперника с выигрышем. Со счетом 4-2 пермская команда завоевала победу. Следующий матч «Спутника» с противником из-за Урали состоится 24 декабря. Поединки на татаме завершены. В выходные в доме спорта «Уралец» прошел традиционный турнир по греко-римской борьбе. Посвящен он памяти основателя этого вида спорта в Нижнем Тагиле Анатолия Тарасова. Соревнования проходят уже в 31 раз и собирают гостей из России и ближнего зарубежья. У нас присутствуют команды, сборная команда Кыргызстана, сборная команда Казахстана, весь Уральский федеральный округ, Санкт-Петербург присутствует. Ну и, соответственно, еще раз говорю, федеральный округ, как это Тюбень, Челябинск, Курганская область, Ямало-Денинский автономный округ, Хмао. Ну, довольно-таки хороший состав получается. Достойно показали себя тагильские спортсмены. За три дня боев в финал вышли два представителя из нашего города. В категории 96 килограммов первое место занял Амит Мусаев, третье – Илькин Абилов. Серебро взял спортсмен из Екатеринбурга Ян Генералов. Поделили победу. Схватка тагильского старого Соболя и строителя из Энгельса закончилась ничьей. Хорошо сбалансированная команда противника смогла нанести поражение хозяевам площадки в первом матче со счетом 80-66. В напряженной повторной встрече с большим количеством нарушений правил Соболя выстояли и удержали реванш со счетом 95-83. По итогам проведенных игр тагильчане сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице. Следующие игры чемпионата России тагильская команда проведет на выезде 23-24 декабря против «Динамовцев» из Курска. На этом у меня все о главных спортивных событиях города. Смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости спорта Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин